Ребята, всем привет! В общем, я отправляюсь в Саудовскую Аралью. Сейчас нахожусь в Аропорту. Очереди на стойку вообще минимальные. Все прошло за 5 минут. Видимо, желающих пока не очень много. И это очень странно, потому что еду я туда на наикрутейший музыкальный фестиваль. Думаю, будет очень интересно. И, естественно, в этом выпуске страну мы тоже с вами посмотрим. Это специальная молитва перед полетом. Берем машину на прокат, и она уже как минут 20 стоит заведенная. Видите, ребята вообще не парятся. Они тут многие и так машину оставляют заведенными. Могут себе это позволить, видимо. Общественного транспорта тут нет. С ним все очень-очень плохо. Сейчас строится метро, но непонятно, когда оно будет и когда оно достроится. В общем, тут все ездят на машинах. С парковками большая беда. Просто мы приехали в торговый центр и искали парковочное место минут 20. Еще минут 20 пытались выехать, потому что культура вождения здесь, ну, чуть лучше, чем в Турции. Ну, короче, ее нет, как вы уже поняли вообще от слова совсем. Все подрезают, никто никого не пускает. В общем, борьба на выживание. Пешеходам тут вообще не сладко, потому что переходов не предусмотрено для пешеходов. И они здесь просто все борются и играют в игру остаться в живых. Вот, но, как вы видите, мы едем по центру. И в центре достаточно мило. Вот даже какая-то зелень есть, несмотря на то, что мы находимся в пустыне. Цветы, пальмы и всякое такое. Объясните мне, пожалуйста, что это значит? Как я должна понять, какая скорость здесь разрешена? Ну, это просто какой-то прикол и сюр, если честно. Есть только три страны в мире, названных в честь правящей династии. Саудовская Аравия относится к ним. Здесь правит король, власть передается по наследству, никаких выборов нет. Народ не выбирает своего правителя. Никто точно не знает, сколько принцев и принцесс, но говорят, что их больше пяти тысяч. В Саудовской Аравии, в частности, в столице Вариаде, пока что не очень много достопримечательностей. Ну, вот, например, одна из них. Это у нас национальный музей, в который мне, к сожалению, не удалось сегодня попасть. Причину я не знаю, потому что охранник плохо говорит по-английски. Но вот мы можем полюбоваться на него снаружи. Вот еще один колоритный район. Мы сейчас направляемся в крепость девятнадцатого века. Вот такая вот замечательная дорога. Крепость Масмак была возведена в девятнадцатом веке в честь какого-то короля. Извините, ребята, у меня нет интернета, поэтому я могу эту информацию написать вот прям на видео. Мы смогли пройти даже внутрь. Вау, какая красота здесь сохранилась. Туристических мест в Вариаде пока совсем немного, но сейчас они занимаются привлечением туристов. И я думаю, что с каждым годом мы будем наблюдать все больше интересных достопримечательностей. А сейчас уберите от экрана несовершеннолетних и слабонервных, потому что будет шок-контент. Короче, в Саудовской Аравии до сих пор существует смертная казнь. Людей казнят на площадях, собирается толпа и просто все смотрят, как другим людям отрезают головы. В 2022 году этой весной казнили 80 человек. Их казнили за терроризм. Также могут казнить за колдовство, богохульство, атеизм, гомосексуализм и еще ряд разных интересных вещей. Вот сейчас я вам покажу этот замечательный список. Я вам просто об этом говорю, и у меня начинаются мурашки по коже. И просто волосы стоят дыбом от этой информации. Возможно, прямо из этих дырей выводят бодолаг на площадь с завязанными глазами и казнят их. Вот такая достопримечательность. Вот такой огромный флаг. Удивились? В общем, зашли в торговый центр напротив главного здания в виде стопора. И оказалось, что тут продаются только мужские вещи. Представляете? А вот отдельный торговый центр для женщин. А сейчас мы с вами наблюдаем, как магазины потихоньку закрываются, и люди начинают молиться. Такое происходит примерно 5-6 раз в день. Не молящихся просят покинуть помещение. Но для молящихся есть специальное место, где они могут помолиться. Итак, по поводу дресс-кода. Если вы соберетесь приехать в Саудовскую Аравию, знайте, нельзя надевать ничего облегающего и открытого. Колени должны быть обязательно закрыты, плечи тоже ни о каком-то кольте не нужно. И это касается также мужчин, как и женщин. Им тоже нельзя открывать колени. То есть никаких шорт, никаких майк ни для кого. И это еще, ребята, в Саудовской Аравии начались послабления. До 2019 года туристы также должны были носить абарию, либо паранжу. Ну, в общем, обязательно прикрывать голову. По поводу магазинов. Здесь достаточно обычные и привычные нам магазины. Там можно найти все, что угодно. И возникает вопрос, а зачем местным женщинам такие одежды? Так это для того, чтобы радовать своего мужа дома, естественно. Саудиты подражают американцам. Тут очень много американских заведений. И скажу вам честно, в некоторых районах создается впечатление, что ты где-то в Соединенных Штатах. Женский фитнес-зал. Здесь разделяются спортивные залы отдельно мужские и отдельно женские. Заехали попробовать местную кухню в очень интересное антуражное место. Сидим на полу в подушках. Блюда принесли, поставили на пол, но постелили скатерть такую вот тоненькую. Прочитала в интернете, что едят местные. Это в основном рис, курица и, внимание, верблюд. Верблюда в меню не было, но мы попробовали. Классный рис в специях, он похож на басмати. И в десертах тут в основном финики, всякие восточные массы из молока, желатина и сливок. Короче, прикольно, попробовать стоит. Если будете брать чикен бадью, пробовать, учтите. Вот это вот там сбоку такая кашка лежит, она очень специфического вкуса. Как будто вот переваренная, очень соленая, насыщенная овсянка. Ну, для любителей каш, наверное. В таком красивом месте, кстати, вот от Дубая практически не отличить, открыли кинотеатр. Совсем недавно, еще три года назад, люди ездили смотреть кино в соседние страны. Подъехали к месту проведения фестиваля. Ребят, это какой-то прикол. Говорила же вам уже ранее, что нет общественного транспорта, все едут на машинах. Это какая-то бесконечная, бескрайняя парковка. Фух, мне уже интересно, сколько там будет людей даже представить. А парковка все продолжается. Вход разделяется на женский. Как вы видите, женщин немного совсем, и можно пройти быстро без очереди. И на мужской. Наконец-то мы добрались до музыкального фестиваля Sound Store. Здесь будут выступать более ста диджеев, певцов. Чтобы вы понимали, до 2019 года в Саудовской Аравии вообще не проходили никакие музыкальные концерты. Сейчас эта страна пытается быть более открыта миру, таким способом привлекает туристов, людей. На данном фестивале семь площадок. Они даже специально построили самую большую сцену в мире. Людей огромное количество. Атмосфера невероятная. Все очень открытые, веселые, добрые. И здесь, конечно же, чувствуется, что прям пахнет уже свободой, потому что молодые люди достаточно раскрепощены, танцуют, общаются. И это круто. Концерты начинаются в 3 часа дня и заканчиваются в 3 часа ночи. Мы даже не экспериментировали и не пробовали приехать в 3 и уехать в 3, потому что я думаю, для этого нужно уж очень много сил. Мы просто приезжаем в комфортное время, там, к себе, на наших любимых местах. Продолжение следует... Фестиваль проходит всего лишь третий раз. Длится он в 3 дня. Хедлайнеры этого фестиваля в этом году. Бруно Марс, Диджей Калит и Пост Малоу. Также выступают Дэвид Гетто, Диеста, Диджей Снэйк и многие-многие другие. На территории фестиваля очень много фудкортов. Алкоголь здесь, естественно, не продается, так как в стране он запрещен. Все ребята веселятся, танцуют, зажигают, многие с нами знакомятся, очень приветливые и радушные. Но мы заметили, что некоторые люди находятся немножко в измененном состоянии. Как нам сказал местный парень, что они употребляют какие-то вещества, которые покупают в аптеке. В общем, у меня разболелось горло. В первый день я пошла в местный медпункт. И туда ребят привозили просто на каталках. И они были немножко не обменяемы. Оказывается, вот поэтому. Еду и напитки с собой проносить нельзя. Но мест, чтобы поесть, тут больше, чем предостаточно. Я выбираю. Субтитры сделал DimaTorzok Лайбуртší Субтитры сделал DimaTorzok Капни Лайбурт Damn Розен Д крыльц Д крыльц Д крыльц Д крыльц Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Особ�탕 О leggings Ребята, еще три часа назад здесь хоть где-то можно было сесть. Тут огромное количество людей, мне кажется, больше ста тысяч человек. Иностранцев пока что немного, и мы для местных жителей некая экзотика. К нам очень часто подходят люди, спрашивают, откуда мы, желают нам гласно провести время, просят с нами сфотографироваться, и это очень интересное чувство. Крупные производители косметики и одежды тоже решили поучаствовать в фестивале. В пустыне достаточно холодно вечером, поэтому можно утеплиться прямо здесь, но днем, естественно, невыносимая гора. А тут можно зарегистрироваться и попробовать виртуальные гонки на автомобиле, и все это бесплатно. Также нам ребята выдали в подарок вот в таком вот пакете классные футболки и бейсболки. В этих комнатах молятся. Желающих помолиться на фестивале пока немного, но комнат достаточно. Все это подземлиление. До недавнего времени в этой стране из фильмов вырезали сцены с поцелуями, с прикосновениями. Также из песен убирали все слова, связанные с выпивкой, с близостью. И, например, вот песня Апсая об гандам стайл, где поется про секси лейди. В общем, эту секси лейди просто вырезали и запикали. И получается так, что, в принципе, песни и фильмы полностью меняли свой смысл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот фестиваль немного разорвал мои шаблоны о Саудовской Аравии, потому что на нем я увидела достаточно много людей нетрадиционной ориентации, которые это не скрывают, ведут себя достаточно раскрепощенно, и все с ними нормально. Для фестиваля, по сути, построили город. Тут парковка нереальных размеров. К этому фестивалю по пустыне идут свои отдельные дороги. И это, конечно же, поражает воображение. Следующий вопрос. Как отсюда вообще выезжать? Как? Ребята, помогите! Мои представления о Саудовской Аравии поменялись, потому что я ожидала здесь увидеть строгих людей с очень таким суровым нравом. А на деле оказалось, что здесь живут очень открытые, общительные и доброжелательные люди. Они совсем не избалованы туристами, и знайте, что вам здесь всегда и везде помогут. Здесь живут такие же люди, как и мы, и это круто. Приезжайте сюда, знакомьтесь с этой страной. Уверена, что вам здесь очень понравится.